По-настоящему знаковым в истории Орман Джейн стал тот момент, когда я начала использовать уд в создании ароматов. Должна признаться, когда я впервые услышала уд, он мне показался совершенно отвратительным. Конечно, это было в одной из поездок. Я обожаю путешествовать по Китаю, Монголии, Лаосу, по всему Среднему Востоку. И я купила чистое масло уда. О нем же все говорили, и вот я послушала, и, о боже, неужели этот запах кому-то нравится? Но я никогда раньше с ним не сталкивалась, так что я подумала, это очень интересно. Мне нужно взять уд с собой и присмотреться к нему попозже. На Среднем Востоке он считается чем-то совершенно необыкновенным. Они наносят чистое удовое масло на запястье, на второе могут нанести масло дамасской розы. Также иногда могут смешать эти два ингредиента, но никто и никогда не добавлял уд в ароматы высшей категории. Вы можете спросить, что это такое? Что ж, аромат высшей категории – это аромат, составленный из огромного количества ингредиентов. Не из трех или четырех, это не ароматерапия. Это целая формула, в которой может быть 20, 30, 40, 50 ингредиентов. Это и есть парфюм высшей категории. Я захотела побольше узнать о Будде, откуда он появился, как его получают. И, конечно же, это стало просто отличным поводом для еще одной поездки. Я отправилась в Лаос, связалась с тайским правительством, и ко мне приставили сопровождающего по Агаровому лесу, который находится под охраной. Итак, меня забрали и сопроводили прямо в эти дремучие джунгли, и я ходила по этому Агаровому лесу. Должна признаться, я была несколько разочарована. Это было совсем не похоже, очень отличалось от моего сада на заднем дворе в северном Лондоне. Но я там побывала, и Гидрос сказал мне, как получаю тут, показал мне весь процесс, как делается надрез на дереве, заносится грибок. Можно написать огромную книгу обо всей этой философии и ее значении. И затем, разумеется, моей следующей целью стала поездка в Нана. Это небольшой район в центре Бангока. Именно там можно найти всех этих торговцев удом. По крайней мере, так было в то время. Не знаю, так ли обстоят дела сейчас. Когда я была там, то познакомилась с женщиной, которая знала, как дистиллировать уд. Поэтому все продавцы уда покупали его у нее. Конечно, она мне ничего не показала, это был главный секрет. Но мне удалось заглянуть внутрь и увидеть паровую дистилляцию. Это были первые капли уда, которые считаются самыми ценными, как оливковое масло первого отжима. Мне повезло, что меня познакомили кое с кем. Я наладила отношения с этими людьми, и они стали моими поставщиками уда. Все сложилось просто прекрасно. Я вернулась в Англию, и основной идеей стала создать парфюм высшей категории. Итак, мы создали этот парфюм, в котором было 0,06% уда. Это Орманд Мэн. Мне хотелось создать аромат для всех в мире, не только для людей со Среднего Востока, но чтобы и люди из Италии, Франции, Испании, Америки хотели носить этот парфюм. Конечно, я волновалась, но я подумала, это многое значит для многих людей. Потом, конечно, мои друзья из сферы парфюмерии приходили и говорили, расскажи мне о Будде, что это. Спустя шесть месяцев после выпуска Орманд Мэн с нотами уда появился аромат М7 от Yves Saint Laurent. И, конечно, сегодня мы все знаем о Будде. Это отдельная категория ароматов. Едва ли найдется парфюмерный бренд, в коллекции которого нет удового аромата. Теперь я знакома со многими продавцами уда. У меня есть камбоджийский уд, который стоит очень дорого. Но я проверила его частоту до того, как заказать поставки. Вот тот момент в истории Орманд Джейн, которым я очень горжусь. Я сделала так, что люди хотят носить уд. И это история уда в ароматах высшей категории.